Перевёл и озвучил Человек Помните этого парня? Это Ким Джан Ги Тот самый мужик с отличной памятью и ручкой-кистью, который много рисует В моём последнем интервью я пытался понять, кто он такой и почему он так хорош Меня зовут Стэн Прокопенко И в этом эпизоде Проко мы зайдём дальше Я проанализирую его технику, его методы и его процесс Я выясню, как он рисует Если вам нравится это видео, подпишитесь Так как и в прошлый раз я озвучу Ким Джан Ги Так как он из Южной Кореи и не говорит по-русски Может выглядеть, будто я просто делаю наброски, но в моей голове сумасшествие Это не так просто Что ж, давайте выясним, что происходит в голове у Ким Джан Ги Несколько лет назад я посещал его мастер-класс, где он раздавал эти иллюстрации, описывающие его процесс рисования Начнём с этого Вначале, когда я решаю рисовать, я думаю, что А потом создаю маленького меня в моей голове Другой я, или мини-я Будет путешествовать в пространстве того, что я хочу нарисовать Для примера возьмём эту ситуацию Итак, я повсеместно рассылаю кучу маленьких меня, чтобы найти самое подходящее место для рисования Какую перспективу мне использовать? Где самый крутой угол или самая сильная композиция? Наблюдать с перспективы человека соска или с перспективы извращенного покемона? Какова ситуация? Что находится вокруг? Я думаю о том, какие дома, машины, люди, животные, растения подойдут этой ситуации После организации это в моей голове, это нужно материализировать Но это не так просто, как кажется Нужно обратиться к всем накопленным знаниям Можете использовать всё, что у вас под рукой Потому не нужно думать, будто вам нужно рисовать всё из головы Я собираю и использую много отсылок, когда рисую Я натренировал себя вспоминать картинки Привычка постоянно наблюдать помогает лучше вспоминать А если я разбираюсь в предмете, то получается ещё лучше Важно много рисовать, но я думаю, понимать то, что ты рисуешь, ещё важнее Если ты разбираешься в предмете, ты сможешь помнить его дольше, манипулировать им и придумывать свой дизайн Когда я рисую, я использую два метода Могу делать спонтанные наброски или использовать этот метод для заказной работы Много информации используется в разных проектах Поэтому обычно я знаю, что рисовать и что будет включено ещё до того, как начать Я начинаю, когда план созревает в моей голове Конечно, мини-я, которых он создаёт, это всего лишь аналогия Он просто рассматривает все ракурсы, а потом выбирает наиболее подходящий Как вы видите в этом видео, он мастер визуализировать и рисовать в перспективе Это даёт ему свободу рисовать своеображение, вместо того, чтобы быть рабом фотографии Он говорит, не рисуйте то, что вы видите Рисуйте то, что вы видели Знаете, когда дети раньше рисовали танк, они рисовали его вот так, со стороны Очень плоский рисунок, но я заметил, что в зависимости от перспективы, линии будут под разным углом И потому я рисовал то, что видел И я заметил, что в мультсериалах танки и другие объекты выглядят круче, если нарисованы с разных углов Я пытаюсь мысленно летать по рисунку Пытаюсь повернуть его под углом, который лучше всего выглядит Экспериментируя, чтобы мои рисунки выглядели максимально круто То есть вы изучали теорию перспективы, одна, двух, трёх точечную перспективу Вы изучали её до того, как рисовать объёмные формы Или это просто наблюдение и большое количество рисования Я бы сказал последнее Я смотрел и рисовал Когда я был моложе, частных курсов по рисованию в перспективе не было Вообще Но когда я смотрю на свои рисунки из детского сада Я использовал одна или двухточечную перспективу для рисования объёмных объектов Конечно, тогда я не знал, что это за техника Но я научил себя этому, выработав привычку наблюдать за вещами вокруг Например, когда я сижу за столом, я смотрю на стол передо мной и сравниваю его с другим столом в комнате Я думаю о соотношениях между столом и людьми А потом меня посещает мысль Изменяются ли размеры стола, когда он отдаляется от меня? Иногда, сидя в машине на парковке, я размышляю про размеры других машин и как они отличаются друг от друга Натренировав свой мозг сравнивать всё, я изменил свой способ мышления Теперь я вижу объекты более прозрачно Он начал изучать перспективу в колледже У него были сложности с пониманием принципа, но со временем он понял Когда он уже рисовал в 3D, для него это было сложно, потому что для него это было на уровне интуиции, а не измерения Интуитивно понимать перспективу — это ключ к тому, чтобы рисовать как Ким Джанги Помогло ли вам изучение теории или просто сбило с толку, и вы вернулись к своим навыкам наблюдения? Изучение теории мне очень помогло Когда я соединил существующий набор знаний с новыми теориями, это помогло установить фундамент Некоторые отличались от того, что я знал или думал А некоторые были похожи На мастер-классах он говорит про перспективу — много Давайте попробуем понять, что происходит у него в голове, когда он рисует в трёх измерениях Многие неопытные художники начинают рисовать с плоских контурных линий Концепт, который он часто использует, чтобы это побороть — это кросс-контурные линии Добавление кросс-контурных линий дает глубину и определяет угол Очень похожий контур с другим кросс-контуром подразумевает совершенно другой угол Этот концепт довольно просто понять, но сложно применить Когда рисуешь что-то более сложное, чем простой манекен с очевидным кросс-контуром Он постоянно это использует в деталях Он ищет это в открытом кармане или в складках ткани Можете использовать швы на одежде Они хорошо обозначают складки А также кросс-контурные линии тела Вот ещё один стол прессования как кинджанги — три оси У всего есть высота, ширина и глубина Когда он начинает рисовать, он представляет сетку перспективы Или коробку, содержащую объект рисования Потому что коробка определяет эти три оси Первая линия, которую я сделал — это линия шлема Потом я сверяюсь с этой линией в своей перспективе, чтобы не сбиться с сетки в голове Как только я нарисовал эту линию, мой уровень глаз был уже определён Первая линия, которую я сделал, была выше уровня глаз Она гнётся вверх и заворачивает вниз А обозначение глаз более жёсткое из-за влияния точки схода Линия, с которой я начинаю — это очень важная линия Потому что тут я определяю уровень глаз и перспективу в общем Часто можно увидеть людей, которые обозначают направляющие или линии перспективы до того, как рисовать Я воспринимаю каждую линию саму по себе как линию перспективы Поскольку дальше я отталкиваюсь от этих линий Я всегда стараюсь обращать внимание на углы и перспективу, которые я создаю Это касается не только шлема, но и всей фигуры, на которую он надет Мы можем растянуть коробку по трём осям в перспективе, которую он уже установил И теперь мы можем поместить остаток фигуры в эту коробку Всё, что параллельно плоскостям этой коробки, будет следовать этим углам Но не всё параллельно Например, рука наклонена диагонально Потому у неё свой набор углов Коробка, которую вы видите, это первое, что всплывает в моей голове, когда я пытаюсь нарисовать нескольких персонажей в разных перспективах Нужно определить, что ты будешь рисовать до того, как начать Я выяснил, что если ты знаешь основы, то ты прогрессируешь намного быстрее Я начал быстро становиться лучше, когда понял форму куба А с ней перспективу, массу, форму и тень Многие ваши рисунки выполнены в перспективе рыбий глаз или в пятиточечной перспективе Вы её изучали? Да, я её тоже изучал Рыбий глаз — это структура, которую создало моё эго Которая хотела вместить как можно больше в одну сцену Скажем, я в кофейне Если я рисую кофейню, я рисую левую, среднюю и правую стороны С такой структурой я просто хотел впихнуть всё в один кадр Потому я посмотрел в эту сторону, потом рисовал, потом в эту, потом в эту И естественно, это приняло структуру рыбьего глаза Чем больше я использовал этот стиль, тем легче стало его рисовать И даже во время просто набросков, после постоянной практики и повторения Моя рука натренировалась создавать эту структуру И благодаря этому я могу использовать её в разных сферах, таких как экранная композиция Когда глубина интуитивна, и вы понимаете объект с разных углов Вы сможете рисовать её с любого угла И вы сможете рисовать то, что никогда на самом деле не видели Например, взгляд на кофейню с потолка в перспективе рыбьего глаза Он наблюдал её с земли, но он понимает каждый объект в сцене настолько хорошо, что может нарисовать его сверху И понимает перспективы рыбьего глаза достаточно хорошо, чтобы применить к чему угодно Он может добавлять, убирать или модифицировать объекты в сцене как хочет, чтобы они служили его истории и композиции Конечно, для всего этого нужна практика и огромная визуальная библиотека Он ходил в библиотеку и наблюдал за людьми со второго этажа, сверху Он наблюдал за своим братом, как он лежит Он сравнивал, как выглядят части тела под разными углами И, конечно, у него отличное понимание человеческой анатомии Упражнение, которое он рекомендует всем, это посмотреть на объект с одного угла И попытаться нарисовать его с нескольких разных углов Вы должны уметь рисовать с любого угла, который представите, так как изображение влетает в вашей голове, а вы визуализируете и рисуете Люди спрашивают, действительно ли это нужно для дизайна персонажей Ответ – абсолютно да Поскольку если вы делаете это упражнение и можете визуализировать и рисовать элементы из своего воображения в трех измерениях Вам будет гораздо проще создавать свои уникальные элементы Это не только развивает вашу способность рисовать в перспективе интуитивно, но и помогает запомнить объект, который вы рисуете Чтобы пополнять вашу визуальную библиотеку Когда он был маленьким и ему что-то очень сильно хотелось, например, велосипед, он часто это рисовал Пока у него не получалось хорошо рисовать велосипеды Если я могу нарисовать велосипед, я могу нарисовать мотоцикл Если я могу нарисовать мотоцикл, я могу нарисовать машину Как только я понял эту связь, открылось много вещей, которые я мог рисовать без отсылок Есть много вещей, которые сложно найти в реальной жизни Сложно найти место, где можно посмотреть на космические костюмы, снаряжение для дайвинга или танки с разных войн Но у нас есть много ресурсов, чтобы их изучать Например, книги, фильмы, ютуб или гугл-картинки Я раньше собирал много отсылок, которые я не мог наблюдать в реальной жизни Он много говорит о том, чтобы видеть вещи в голове до того, как начать и во время рисования Визуализация — это еще один главный столб рисования, как Ким Джанги Когда вы визуализируете рисунок Вы видите его состоящим из линий или как набор объемных форм, которые вы потом переводите в линии на бумаге? Ответ — это научиться воспринимать любой объект в трех измерениях Я говорю своим ученикам представлять все так, чтобы это можно было понюхать Цель этого — полностью погрузиться в то, что вы рисуете Это работает так же, как зеленый экран для компьютерной графики, который так часто используют в кино Когда наблюдаете за людьми, цепь мысли в вашей голове должна быть Этот человек стоит за этим человеком, а он за другим человеком, а он за объектом Потому, в противоположность тому, что многие верят, он не видит всю картину в голове до того, как начать Он видит ее реально, как будто по-настоящему за ней наблюдает И он не сразу видит законченную сцену Если он делает наброски для развлечения, то он начинает из одного объекта или идеи и смотрит, куда это его приведет Когда тема определена, я сижу и визуализирую несколько минут Но если больше свободы, то просто рисую Вот над этим я недавно работал Я рисовал хирургическую операцию и спонтанно нарисовал несколько картинок на фоне Когда я думал про операцию, я изначально хотел нарисовать внутренности человеческого мозга Потом я понял, что это может быть скучно и решил заменить человека на пришельца Поэтому, в общем, все может быть сделано спонтанно Я спросил, как он научился переводить свое видение реального мира на бумагу Я нахожу себя довольно отреченным от обычных линий Раньше я делал много набросков карандашом и оставлял потом много линий Да, очень тщательно Также, раньше у меня было мало терпения Если я рисовал что-то, что мне не нравилось, я разрывал это Перерисовывал снова и снова, пока не получалось то, что мне нравится Были даже рисунки, когда я делал это 11 раз Но, когда у меня появилось больше опыта, линий стало меньше и меньше И рисунок стал более упрощенным Мне нужно было 30 линий, чтобы нарисовать лицо, но сейчас уже нет То же самое с глазами Мне нужно было несколько попыток, чтобы создать глаз, который я хочу Но сейчас это выходит с первого раза В общем, таким образом я и выработал свой теперешний стиль линий Ключ в том, чтобы визуализировать то, что вы хотите нарисовать и сделать это одной линией Не бойтесь использовать ручку, хоть она и не стираема Но можете использовать и карандаш, чтобы вы не боялись совершить ошибку и могли укреплять свою кисть Боязнь совершить ошибку вам сейчас не поможет Поэтому используйте самый знакомый способ рисования и просто много практикуйтесь Когда люди видят меня вживую, они пытаются использовать ручку-кисть Но когда вы пробуете это в первый раз, это новый способ рисования Поэтому вам понадобится время, чтобы сломать привычку Когда вы много практикуетесь и становитесь знакомы с тем, что вы используете Не важно, что это, это будет полезным инструментом для вас В молодости он вдохновлялся аниме и мангой Поэтому естественно, что его рисунки были более линейными Со временем он начал изучать талантливых чернильщиков Таких как Гибсон и корейский художник Йон Уан Ким И нескольких европейцев и американцев, которых он не может вспомнить Несмотря на то, что он известен за свой линейный стиль, он также делает много тонирования Путь к овладению мастерством теней — тот же путь, который мы только что обсуждали Много наблюдения и понимания объемных форм Когда у вас достаточно опыта, что все технические нюансы стают интуитивными Как перспектива, анатомия, контроль руки, тени Вы можете сфокусироваться на истории, дизайне персонажей и композиции вашего рисунка Ким Жан Ги думает о маленьких деталях, которые передают что-то об объекте рисунка Даже тип винтика, использованный в технике, может рассказать смотрящему, когда эта техника была сделана Например, поговорим про наушники Вы же знаете, что наушники производят в разных дизайнах Он может быть минималистичным или иметь больше винтиков, что делает его маскулинным Это детали, которые я использую в дизайне персонажей Разные типы винтиков и болтиков могут обозначать поколение, время и локацию, где живет персонаж Он говорит, что очень простой способ придумать персонажа – это очеловечить животное В этом есть смысл, так как вы можете использовать свое знание человеческой анатомии, чтобы спрятать свое незнание анатомии жабы При этом сохраняя идею того, что это жаба Это расширяет спектр персонажей, которых вы можете придумать, а также позволяет вам использовать черты дизайна людей для того, чтобы придать жабе историю Например, одеть ее в определенные вещи или дать ей пушку, чтобы показать, что это жаба-гангстер Также вы можете изменять типаж тела, чтобы придать ей личность Например, эта высокая жаба, более устрашающая Это те вещи, о которых он постоянно размышляет Его не отвлекает исправление проблем с перспективой или другие проблемы в рисовании Он думает о том, что он рисует и что делает это интересным Он думает о точках внимания Места с деталями привлекут больше внимания Он говорит, что стоит соблюдать контраст между зонами деталей и большими простыми элементами На этом рисунке он показывает простую челюстную панель и сложные провода и вентиляцию вокруг нее Он использует детали вроде швов на одежде, чтобы определить контур и движение тела На этом этапе я визуализирую, как она будет позировать и рисую элементы в соответствующем направлении Не просто уделяйте внимание анатомии, то есть строению костей Мы также думаем о толщине тела, о касающейся кожи Плотно ли сидит ее одежда или там остается зазор Также микродизайн и микрообозначения тоже очень важны Также многие художники, которых я вижу, делают ошибку и рисуют маленькие детали очень бегло, что неправильно и может беспокоить Нужно обозначать толщину и контур даже маленьких болтиков, которые соответствуют основным линиям перспективы Это делает персонажа реалистичным Когда вы рисуете, вы создаете историю Вы не просто рисуете персонажа Когда у вас появился один персонаж, вы создали историю, которая вокруг него вращается Потому, когда я нарисовал первого персонажа, я начинаю думать о вторичных персонажах и как персонажи взаимодействуют И это становится всей историей Это был третий год колледжа У меня не было тогда девушки, поэтому постоянно рисовал, рисовал, рисовал дома Мне не было чем заняться или куда пойти, поэтому я постоянно рисовал Я помню, ругался на людей с красивыми девушками «Посмотришь, где я буду через 10 лет! Через 10 лет я укрыду твою девушку!» И я просто рисовал в своей комнате Не помню, что конкретно я тогда рисовал, но меня вдруг осенило «Эй, ведь с этого момента у меня не будет проблем нарисовать любую форму в перспективе» И когда кто-то просил «Эй, Джан Ги, нарисуй то или нарисуй это» У меня больше не было проблем с визуализацией формы Поскольку мои рисунки базируются на том, что я уже видел Это является отражением глубины моих знаний Посмотрев на мои рисунки, вам будет легко понять Кто я? Что я знаю? В чем я заинтересован? И как я себя чувствую? Я ничего не прячу Потому что там нет ничего, что стоило бы прятать С шести лет я всем говорил, что моя мечта стать мультипликатором У меня была рано поставлена цель, но когда я стал профессиональным художником, уже было довольно поздно Моя первая работа была опубликована, когда мне было 27 Вы слышали это? Он яростно рисовал шести лет и стал профессионалом только в 27 Это два десятилетия Так что проще относитесь к себе Но подходите к этому с таким же энтузиазмом и профессионализмом, как и он Когда у вас появляется возможность быть профессиональным художником, вы должны понимать, что делать это для своей выгоды Владейте своей работой Мне понадобилось время, чтобы приобрести этот профессионализм Вы не просто отдаете за деньги или удовлетворяете клиента, но также удовлетворяете себя работой, которую вы сделали Много молодых художников, только попавших в индустрию, совершают эту ошибку Если будете гнаться за деньгами или славой, даже когда только начинаете Даже я иногда попадаюсь на социальные медиа Я вижу кучу лайков под одним рисунком и думаю «Боже, я кем-то стал!» Но это только момент славы, который вы получите в интернете и все Я думаю, большое количество рисования и твердое понимание основ делают вас хорошим художником И тогда люди начнут признавать вас А начинающие художники совершают эти ошибки, потому что быстро хотят стать известными Но вы не можете форсировать славу или успех Спасибо 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 Если вам понравился ролик, подпишитесь на канал и расскажите в комментариях переводы каких роликов вы бы хотели видеть Спасибо Спасибо